спину по самую рукоятку то мародер курицу нес с холодильника вот и вот скорой везут везите он меня в кроматорс на харькова дорога вся уже разбита некуда случайно вот ехали последние машины тут еще были по дороге остановили дружно меня это и в скорую визите а это человек молодец не растерялся кружал кружлял и стучал они в подвале вот их человек 7 там раненых было поначалу и вот один врач было и 2 месяца нормально в силу мотали а потом больше больше потом их уже 20 у него там в подвале бомбежки второй врач появился я уже на себя смотрел на столе где от меня зашивали сверху ну по-перше я шестого был на чергувань а сьомго мне никто не пришел зминуть семья и моя домовка находится на на дорогой стороне места изюма и были перерывные мости на той час и ничего выхода для на дни медицинской помощи в нашем месте не существовало то есть альтернативы никакой не было сколько вы спали в первый месяц не много тут конечно безло час трошки порядку было больше али карабки и все остальные это наша была знаменит оперативно а мы давать вот эксперимент проведем максиме 10 мы сейчас покажем просто поймете зашли что у нас такая проблема была что просто и вот и все мы не проходили носилка понимаем на той час стыкались таки и пневмонии шли и какие-то запальни захворювания и были такие ситуации когда мы в этой комнате одночасно оперировали надавали медичную допомогу и по раненым пациентам и одночасно и инфузию проводили пациентам с запальными заболеваниями знаете самое самое важное было когда пациент слава богу их было не много когда не удалось врятовать життя это было сложнее до 400 поранных цивильных мы здесь проликовали тобто как бы не было у нас возможности не давать хирургическую допомогу я думаю что у них в большинстве все печально закончилось они бы не выживали Сергей Петрович у нас на той час життям рисковал больше чем мабуть мы чему потому что мы хотя бы стенам эти будильных были захищены и до сколковых поранных вот а Сергей Петрович находился в машине это наш есть любимый город то что от него осталось с каталкой сумкой мы ходили по городу потому что проехать было нельзя кипячей осколки все завалено битое стекло остатки шифера самой страшной были осколки такие как ёжики и резали шины очень сильно по этому пешеходному мосту там вот не было покрытия просто лежали пару досочками и по этим досочками пытались кого-то передавать сюда больных с той стороны тоже с утра до вечера только люди шли шли воспаление легких в подвалах очень быстро схватывали как маленькие так и взрослые слушали смотрели приносили антибиотики из больницы кого кололи на месте потому что места мало было кого именно забирали кто был потяжелее чтобы покапать уже в самом стационаре под подвале на тот момент только в подвале в тот момент когда бомбили сюда невозможно было не выехать не выйти выйти с укрытия было невозможно это первые дни кто был недалеко и обломками просто достал это да после обстрелов когда забираешь одного смотришь там есть еще и вот самое сложное было дотащить дотянуть и успеть вернуться за другим главное успеть не было ни ручек ни времени бумаги толком записывать потом запоминали просто считали по количеству а потом уже сбивались со счета и уже никто ничего не считал и уже не помнил когда люди подходят на улице этот помните в этом нам помогли чем больше было пролетов тем больше было обстрелов тем больше хотелось конечно выйти но когда ты между пролетами дат он приходил больному или раненому да ты понимал что только от тебя это зависит все это где-то девалась где-то есть выстрелы где-то есть крики значит кто-то ранен надо спасать надо помогать надо что-то делать мы точно также передавали смены точно также получали заработную плату мы чувствовали себя нужными нашим по большому то что человеку нужно глоток воды да немножко хотя бы что-то съесть этого достаточно оказывается на самом деле человек очень мало здесь у нас по типу центральная ой центральной извините наших диспетчерской комнаты где мы все собираемся одна из тех комнат которые мы застепили сделали целое сейчас на данный момент нам дали немножко генератор работает в больнице нам подключили только лампочки включить можно потому что больше он не потянет но света немножко да это уже хорошо на этот наш флаг который мы был у нас еще и до войны мы его сохранили вот у нас и остался мы прятали немножко врать не буду но сохранили 10 я и шла под всем пока горел проспект у нас и все ну надо же на працю пишу а тут петрович один санитаром и это мы с 8 числа уже в трех и буквально мабы тиждень потом еще люди пешли еще там и пешком там нашего водея нашли выходит на работу пешком через пешеходное место ну и сюда и все потихоньку потихоньку все 15 человек нас людей забралось и так мы до сихровым 15 все так сказать сами стойки аптеки его все поразграбило вот а мы идем мимо мусорки бачим лекарства лежать тих что мы пользуемся вот мы тут а перемили самыми зложили дать теплише с собой что до дому брали а с дому ходили лишь по этим потому что тут же замерзала все а сергей петрович конечно ну ты благодаря ему ничего трошки потерпеть еще трошки еще ничего все наладится и между последнего свою форму все ходим просто то что холодно сейчас наша форма это наш шеврончик с немецчем мы сказали не мы працюем под Харьковом так мы не спелкували чтобы мы сотрудничали чтобы мы там это до нас не зверталися в них свои были все и а мы до людей нас пропускали все ну спрашивали куди едете вот такая адреса як что ну а кто из них знает адресу ну ну питали мы кажем что вот такая адреса таки людина захворела то да то ну важко для людей было потому что они все кажут а как вас вызвать как ну а как вызваешь я боюсь чтобы знаете как трошки шуткували у рельсу звонить ну а что ну людям тоже ну они как раз меняются трошки расслабляться ну так приходили сюда кто на велосипеде кто пешки дождь мороз ночью боялись она тоже жиночка вот приходила ночью тогда мы еще казали ей как вы дошли сюда потому что комендант скажет година ночь она каже как человек помер а что в работе тоже было страшно когда бачу люди на ничего не может работать и витягти не можешь это для нас усилий было очень важко правда что касается детей вина цены смачно я от бабушка колись якась сказала до пацанов подошел дедушка и кажешь что плохо бабушка рис 2 на 5 а вот маршала жукова я квартира и а а а и и и и и Сколько у вас зараз дань в Викуте? Бывает и 20, а бывает и 10 на одну машину. Втомляетеся? Не. У моих годах не втомляюсь. Вот таки приезжаешь, а сзади снаряд взрывается. Але ви все равно решили лишитись і працювати? Ну так, нікому працювати. Страшно було? Страшно. Страшно жити хочеться всіми, і молодими, і старими. А от в таких будинках люди ще живуть, чи вони переважно у підвала ховається? Тут ж зараз живуть. А що обстрілів немає. А як тут без води, без світла? Баклажками носить воду. Вон генератори, видно, заряжають акумуляторами. Це готують на вулиці? Готують, так, на вулиці. Печки поробили. Боєтеся зими? Ні. Я не боюсь. У мене є будиночок. Три на п'ять. Там дві кімнати. І нам цінки потрібно тратить. Три на п'ять. Три на п'ять. Три на п'ять. П'ять. Повна темень. Три на п'ять. 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 А я по ночам, звісно, щоб ніхто не бачив, ревіла. Не розуміючи, за що. Ну так. А потім, знаєте, було відчування, нічого ж ніде не роби. Три на п'ять. Запасів ми таких ніколи не робили. От лично ми строїли будинок. Багатодітна родина. Купили старий дом. Ми строїлися, строїлися, строїлися. Дуже багато років строїлися. За душою не коп'я. Понимаєте? Зарплату дали зняти невозможно. Нема де. Денег дома нема. Я розуміла, що ми живемо стільки, скільки у нас є їди в боротьбі. На днях співала. Ще є дрівочка, а ластівочка прилетіла. Там тра-та-та-та-та-та. Кажу, ти чо? Вона, мамочка, Новий год хочу, а дід Мороз прийде. А мамочка зубки зцепила і думає. Будемо сподіватися, що прийде. Ну от і все. Що там розказувати. Будемо сподіватися, що нас більше не будуть бити. Що нас не будуть обіжати. Все буде добре. Дякую за перегляд!